Итак, добрый вечер, уважаемые трейдеры. С вами вновь я, Николай Еремеев. Предлагаю вам произвести оценку движения основных валютных плат с точки зрения опционного анализа, с точки зрения анализа маржинальных требований. Итак, чем для нас была интересна прошедшая неделя и будет интересна неделя будущая. Во-первых, произошла экспирация месячного опциона. То есть она произошла у нас 4 сентября. То есть, начиная с этого момента, начинается у нас новый месяц с точки зрения движения опционов, опционных контрактов. И, соответственно, возможны какие-то изменения, перспективы, перестройки. В частности, перестроены по всем валютным парам зоны спроса, зоны предложения месячного. Вот она у нас по евро-доллару зона предложения. Вот у нас зона спроса также по евро-доллару. Ну, чем для нас интересно, в первую очередь, эта пара. Давайте сделаем скрин и рассмотрим более подробно то, как у нас пара сейчас торгуется и куда она у нас с вами будет направлена. По паре интересно следующее, что, во-первых, сейчас цена, отметим, торгуется выше уровня открытия опциона. Вот она, красная линия, выше нее торгуемся. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что пара не пробила дневной опционный уровень. Вот, это раз. А, во-вторых, пара, что более важно с точки зрения фундаментального анализа, она не пробила уровень процентной ставки. То есть, это говорит нам о чем? О том, что в настоящий момент, во всяком случае, именно на воскресенье, видно, что банк-маркетмейкер не заинтересован в росте пара дальше. То есть, не то, что даже дальше, а сейчас, в текущий момент, пара расти. С точки зрения того, что уровень не пробила, она не будет. Что дает нам основания полагать о перспективах вот такого движения, что, скорее всего, мы откатимся, возможно, вновь стукнемся в эту зону и пойдем вниз к недельному в зоне контроля. То есть, вот в этот район. И уже здесь, от недельной зоны контроля, уже можно будет рассматривать какие-то прочие движения. То есть, либо это будет какое-то, может быть, отбитие вверх, потом с тестом мы идем вверх к зоне процентной ставки и к уровню открытия опционов. Либо мы пробьем его и затрестимся, пойдем вниз. Пока говорить сложно, так это достаточно отдаленная перспектива. Но для нас важно то, что, скорее всего, пара евро-доллара продолжит снижение к недельной зоне контроля. Вот в этот район. То есть, по евро-доллару будем искать продажи. Давайте рассмотрим следующую пару. Пара фунта-доллар. По нему также были установлены месячные зоны контроля, то есть зона предложения, зона спроса. И чем для нас эта пара интересна? А пара интересна в следующем. Что в настоящий момент, то есть в пятницу, она по существу два раза сделала ложное пробитие в недельной зоне контроля. Вот раз, вот два. Ну, также два раза она была установлена в уровне дневного опциона. Раз и два. Даже вот третий раз есть. То есть, говорит нам о чем? О том, что пара в настоящий момент торгуется пока в диапазоне. То есть идет набор позиций. Куда идет набор этой позиций? Вот с моей точки зрения, с учетом того, что недельная зона контроля, она пока устояла. Я считаю, что возможно, с большей долей вероятности, мы пока будем торговаться примерно в таком диапазоне. То есть мы вернемся к уровню открытия месячного опциона, оттолкнемся от него. И, скорее всего, мы пойдем в покупку, как минимум, до уровня месячного баланса. Вот в этот район. Как минимум до сюда. А дальше должно будет видно быть. То есть мы либо отобьемся от уровня баланса и пойдем вниз. Если тогда, скорее всего, зона будет пробита, недельный контроль. Либо мы ее пробьем, соответственно, прикрепимся и тогда идем уже в зоне процентной ставки. То есть в этот район. То есть пока по фунту доллар я бы искал, наверное, какое-то флетовое восходящее движение к уровню баланса именно на сентябрь. Вот где-то в этот район. А дальше уже будет видно, куда пара себя поведет. Итак, следующая пара. По австралийцу. По австралийцу тоже будут установлены новые зоны. Вот зона предложения, зона спроса ориентировочная. И австралийца чем для нас интересен. Австралийц интересен в следующем. Что, во-первых, он, отметим, торгуется выше уровня открытия опциона. Вот, видно это хорошо. Во-вторых, он торгуется выше уровня баланса месячного. Это два. В-третьих, мы пробили недельную зону контроля. И, скорее всего, судя по всему, мы ее затестили. Вот что дает нам основание полагать. В перспективе все-таки более восходящее вокруг движение по австралию. То есть мы пойдем вверх, здесь, возможно, такая коррекция. Потом вверх, коррекция. Ну и дальше, я думаю, мы дойдем примерно до уровня месячной зоны контроля. То есть по австралийцу я бы искал, наверное, восходящее движение на покупку. Потому что, хотя бы случилось сегодня на воскресенье, фундаментальный факт говорит о том, что пара, скорее всего, будет расти. Следующая пара, это у нас доллар-канадец. Пока у нас тоже были установлены новые зоны, зоны предложения, зоны спроса, месячные контроля. Ну и пока у нас все тоже было очень интересно. Почему было интересно? Потому что была интересная свеча встряхивания, которая встряхнула и продавцов, и покупателей. Но вместе с тем закрытие было выше уровня открытия опциона. Что говорит нам о том, что, скорее всего, и более, может быть, перспективно будет именно восходящее движение. Но цена сейчас на сегодня, видно, что она зажата между уровнем баланса с одной стороны и уровнем открытия опциона с другой стороны. То есть сейчас она в каком-то флатном таком состоянии находится. Сейчас бы в покупку ходить не стоило. Лучше дождаться выхода. Либо мы выйдем вниз от уровня открытия опциона, затестим и пойдем вниз. Вот как минимум до уровня недельной зоны контроля. Либо мы, наоборот, пробьем уровень баланса месячный, затестим и пойдем вверх. Вот примерно в таком движении. То есть если мы пойдем вверх, мы пойдем к уровню процентной ставки. Вот сюда, как минимум до сюда мы должны будем дойти, если будем пробивать. Но пока я по нему в сделке не входил, потому что какая-то такая неоткрыленность на нем есть. Конечно, это больше восходящее движение, но, как видно, все-таки может быть всякое разное. Поэтому давайте подождем развитие событий и какого-то более четкого сигнала по паре. Следующая пара доллара и иена. По доллару и иена тоже установлены были новые зоны. Вот они достаточно широкие. Вот их видно. Что говорит нам о том, что возможны большие галактические движения по паре. И на сегодня мы сами что видим? Видим, что иена, во-первых, открылась выше уровня открытия опциона, но, оттолкнувшись от недельной зоны контроля, пошла вниз. Пробила зону процентной ставки и дошла до следующей недельной зоны контроля. От нее оттолкнулась и пошла вверх. То есть, куда она будет идти? Скорее всего, она дойдет до зоны открытия опциона и до уровня процентной ставки. После чего, скорее всего, будет откат. Будет откат. Немножко вниз затестим. И, я думаю, скорее всего, мы пойдем, вероятно, вниз. Вот. Недельная зона контроля. Скорее всего, мы ее проблемы уйдем дальше ниже. Но это надо следить, будет отслеживать. Пока восходящее движение к уровню открытия опциона и зоне процентной ставки, оттуда уже надо смотреть. Скорее всего, отобьемся вниз, но, возможно, что мы пробьем ее, затестим и пойдем вверх к уровню баланса. То есть, внимательно смотрим, если здесь мы пробиваем, то идем, следующая цель будет уровень баланса. Если мы отбиваемся, то мы идем в недельную зону контроля. Вот, примерно так. Такой расклад должен быть. Вот, следующая пара. Доллар-франк. Доллар-франк тоже установлен достаточно. Широкие зоны у нас, зона предложения, зона спроса. Вот. И на сегодня по доллару-франку видно следующее. Видно, что открылись мы немножко выше уровня открытия опциона, но сразу же ушли вниз. Нашли зону процентной ставки. Вот эта зона. Но ее не пробили. Не пробили, не закрепились, а оттолкнулись, наоборот, ушли вверх. Что говорит на том, что банк-маркет-мейкер пока не заинтересован в падении пары. Вероятно, пара будет расти. То есть, примерно какое ожидание, ожидающее движение у нас будет. Я думаю, дойдем, пробьем уровень открытия опциона, затестим его и пойдем дальше вверх к линии баланса. Ну, здесь ее плохо видно, но если вы так увидите, вот она, вот эта линия баланса. Сюда у нас должна быть цель. Вот, по-хорошему. Вот, потому что на, чтобы были реализованы продажи по данной паре, мы должны пробить зону процентной ставки. Не просто пробить, а пробить, затестить. И тогда уже можно говорить о продажах. Вот, ну, а пока видится больше покупки по этой паре. Вот, ну, это основные валютные пары, которые я вам рассказал, посмотрел. Ну, кроме того, будет важно и еще интересно для вас знать, что 15 сентября будет экспирация фьючерсных контрактов по основным валютным парам. То есть, опять-таки, возможно, серьезные, существенные движения. И не исключено, что до этого момента мы будем видеть не очень активный рынок. Он, возможно, будет маловолатильным с точки зрения того, что будет идти накопление позиций. А уже после 15 июля, когда придет экспирация крупных денег, крупных фьючерсных контрактов, квартальных, я думаю, мы увидим серьезные, существенные волатильные движения, которые позволят нам неплохо заработать. Ну, на этом пока все. Если у кого есть какие-то вопросы, прошу вас, задавайте в скайпе. Я всегда есть в чате картеля. Даже если меня там нет, пишите, я всегда отвечу. Ну, всем спасибо. Всем пока и побольше профитных сделок.